день добрый уважаемые зрители самая обсуждаемая новость наверное последнее время после вчерашнего выступления президента путина акция поддержку навального число задержанных в связи с акцией поддержку навального в петербурге превысило 800 более 800 человек задержали в петербурге в связи с несанкционированной акцией в поддержку навального это почти половина из общего числа задержанных по всей россии в среду число задержанных в связи с несанкционированной акцией в поддержку оппозиционера алексея навального в петербурге достигло 805 человек это следует из данных правозащитной организации овд инфа количество задержанных по всей россии по последним данным организации составила 1770. Вторым после Петербурга городом по числу задержанных стало Уфа, 119. Третьим – Казань, 66. В Москве, по данным ОВД «Имфа», в среду заезжали 29 человек. Сторонники Навального в среду провели несанкционные акции в различных городах России с требованием оказать политику, держащему голодовку с 31 марта медицинскую помощь. МВД к 20-30 среды насчитало в Москве около 6 тысяч участников акции, а в Петербурге около 4,5. Объявляя голодовку, Навальный пожаловался на боль в спине и частичную потерю чувствительности ног и потребовал допустить к нему врачей. Альянс врачей, ну это соратники Навального создали Альянс врачей, признанным в России иностранным агентом, заявил, что анализ крови оппозиционера показал критические цифры, означающие риск тяжелых нарушений ритма сердца. Сфин в понедельник сообщил о переводе Навального из колонии в стационар больницы для осужденных. Уполномоченный по правам человека Татьяна Маскалькова заявила, что к состоянию здоровья оппозиционера во вторник обследовали 4 врача не из системы ФСИН, а из гражданской больницы. Вот такие акции проводят в поддержку Алексея Навального. В Петербурге 805 человек. Следим за развитием событий. Заходим почаще на канал. Подписываемся. Всего доброго. До свидания.